наткнулся на вот такую новость значит nfc из коллекции board api яхт club была продана за 2 и 75 и 10 но это стейблкойн получается 275 доллара ну это мы видим наглядный пример того как сработал одна из уловок nfc hunter напомню обзор на эти и другие уловки я уже делал можете посмотреть ссылка сейчас появится вот а мы давайте рассмотрим более подробнее этот случай вот здесь даже его прэнси ритм вот этого чувака который выпустил эту новость вот ну и говорит что нам необходима защита от подобного рода но уловок и таких псевдо ставок его давайте посмотрим на эту самую нефтишку вот здесь человек из 2 часа назад как раз купил ее продал за 2 75 июзиси вот а до этого продал за 042 то есть бывший продавец и но это было 23 дней назад если посмотреть сейчас давайте посмотрим средняя какая цена на этих обезьянок как мы видим сейчас нижняя цена составляет 1 и 69 эфира я сделал по цене от низкий к высокой и убрал все аукционы то есть сейчас это действительно floor price нижний потолок цен ну и напомню раньше он был где-то 070 9 я помню потом один эфир 1 2 и сейчас все выше и выше то есть на минимальную планку в 16 в 17 эфира рассчитывал человек ну и очевидно что так как он продал за 275 и здесь все думал что это 275 эфира соответственно но здесь очень огромные какие-то иксы можно сказать ну потому что это ни о чем 275 доллара и 275 эфира вот так вместо 6 7 8 не знаю 10 тысяч долларов человек получил всего лишь 275 доллара поэтому очень надо быть внимательным то есть если вы думаете что это какой-то разовый случай на самом деле это не так просто ну как на моей памяти не так много было случаев когда именно на такие большие суммы то есть человек уходил в просаг именно когда вот 5 10 тысяч долларов то есть они все-таки до недостаточно часто но тем не менее бывали когда пусть там скажем в тысячу в 2000 долларов там 500 долларов уходила за там короче меньшие суммы тоже там что-то в районе 0 5 даже долларов ну потому что человек думал что это 0 5 эфира и давайте вот разберем в комментариях два примера ну и вообще пранкси тоже обратился к тому чтобы давайте как-то решать это и но обратился к пенсии напрямую чтобы они как-то это защитили своих же пользователей своих же продавцов вот ну и здесь один из пользователей twitter написал что давайте сделаем так что по дефолту будет стоять только цена ставки в эфире то есть ну больше человек не сможет предлагать в стейбл коинах вот а потом ну ты сам с помощью ползунка сможешь исправить то есть если хочешь видеть еще другие валюты например вот как раз в dc дау да и прочее то сам ставишь ползунок то есть я хочу видеть вот эти вот эти монеты чтобы ну в них принимать оффер и следовательно как только ты это сделал ты значит сам уже отдаешь себе отчет в том что ну да то есть ты принимаешь не только в эфире но еще и в других валютах ну и второй момент он тоже предлагает опция 2 это когда вылезать будет поп-ап окно где будет говорить что ну слышь чувак это не эфир ты же знаешь об этом да что это usedc либо дай ты уверен в этом что ну хочет продать ну еще был момент когда в принципе тоже самое вылезало окошко и там было написано что он вы уверены что хотите продать за такую стоимость потому что ну и там будет показано процентное какое-то соотношение ну типа не знаю там средняя цена на например обезьян сейчас там вот как раз 1 и 6 эфиры там или 1 эфир и будет показано что это ниже там не знаю в 100 раз вы действительно хотите продать такую стоимость но посмотрим прислушивается ли openc потому что пока что случае скажем так не такие частые но тем не менее лишним уж точно как мне кажется не будет так что будьте очень внимательны и мошенники и нафтехантеры ловщики не спят всегда хотят урвать кусок вот мы даже видим здесь я на рандомную обезьяну нажал по самой низкой цене который сейчас и вот нашел что вот 166 пожалуйста снова и dc через 7 дней закончится оффер то есть если он его примет то продаст обезьяну эту за 166 долларов всего лишь когда ну она оценивает сейчас минимум в 5000 почти долларов на 4 200 казалось бы вот эти значки в виде доллара в обернутого эфира сейчас тоже сделали розовый обычный эфир черный но все равно они не помогают видимо у человека когда на радостях он и продаст быстро то есть может и не заметить вот поэтому будьте очень аккуратны осторожны все возможно это то есть не разовый случай все надеюсь было полезно не забудь подписаться на мой twitter уже растет как на ржах больше 1800 подписчиков на мой телеграм-канал и до новых встреч